сейчас вы дослушайте до конца вот сегодняшнее видео у вас вообще ну для понимающих вы просто еще получите крупицу счастья в свои сердца вспомните свое детство когда вы были ребенком вы очень часто погружались в мир своих грез и фантазии часто ваши фантазии выходили настолько из вас наружу что родители смеясь над вами говорили так ты фантазер а когда ты становился старше тебе вообще говорили то хватит уже жить в иллюзиях хватит мечтать фантазер тут нашелся ты уже задолбал всех со своими фантазиями но вам примерно всем знакома такая терминология правда и ведь именно в детстве мы с легкостью были погружаем и в состоянии иллюзии фантазии в моей голове сохранился эпизод из моего детства когда я был ребенком я любил ходить к бабушке на ее половину дома и засыпать в ее огромной перине у него была вот такая вот огромная перина пуховая на такой вот кровати с железной сеткой ну люди постарше знают и погружаясь в эту перину я ощущал себя как будто бы я в море или в океане и погружаясь в эту перину проваливаясь нее было прекрасно засыпать и однажды я лег к бабушке в кровать и смотрел в темноту этот эпизод остался на всю жизнь во мне и почему-то ко мне пришли мысли о смерти я как-то немного взволновался но четко помню что моя мысль заострилась на этом понятии и я задал сам себе вопрос неужели я когда-то умру и просто это было для меня как что-то такое новое как будто знаете как понимание неужели я умру и мне не хотелось умирать но меня это зацепило я начал об этом думать и немного даже взволновался но через мгновение что-то внутри меня просто проговорила это не мужской голос не женский сейчас я могу это объяснить до с позиции вибрации эта энергия и это прозвучало во мне словами ты никогда не умрешь знаете это принесло мне такое вот успокоение и внутреннюю теплоту я закрыл глаза и уснул с мыслями что я никогда не умру потом после армии у меня был второй эпизод который я запомнил на всю жизнь после армии у меня больше и больше начинали быть просветление в моей голове я задумывался о жизни о том кто я такой что я тут делаю меня очень интересовал окружающий меня мир а самое главное меня интересовала тайна и загадка а кто я зачем я здесь и тот голос который говорил со мной но я буду называть это голосом хотя это не голос в нашем смысле этого понимания он не мужской и не женские это информация это вибрации которые чувствуют твоя душа и разговор идет на уровне вибрации голосов нету в этом никаких в данном случае у меня но я это буду называть голосом для простоты объяснения и вот этот голос который говорил со мной с детства в детстве которую навсегда отпечатался в моей детской душе сказав ты никогда не умрешь тот же самый голос отпечатался во мне уже после армии в 20 лет когда я размышлял о жизни до сих пор помню эту картину если мой брат смотрит это видео я андрей сидел кстати именно на том стуле не на том стуле а на том месте где я обычно у тебя сижу когда прихожу к тебе в гости напротив входной двери я сидел пил чай кофе не помню а может даже пиво но что-то я пил но это я не запомню да и я размышлял о жизни о себе и этот же голос снова стал говорить со мной у меня пошел поток информации мысли пошли информация что-то внутри меня вот идет идет какой-то поток знаний и чувствую что это настолько прекрасно и ну это настолько подымает твои вибрации твое настроение и сидишь вот это гоняешь гоняешь вот это вот ну я на приколе но я же один как бы ну на приколе в какой то я говорю еще по тем понятиям да ну я на приколе решил поразговаривать с этой информации я начинаю и задавать вопросы я в мыслях разговариваю ну как мне тогда казалось с воображаемым кем-то не знаю кем-то но то что со мной разговаривала она причем отвечала на вопросы то есть я задаю вопросы внутри в мыслях а она мне отвечает и вот я сижу и такой у меня интересный разговор я улыбаюсь я и я спрашиваю у нее или у него тогда я еще не знал кто это но понимал это что-то такое классное потому что когда она начинает внутри тебя вести какую-то тему она ну вообще здорово и я спросил у нее ну то есть у этой вибрации так так назовем ее а ты кто ответ последовал незамедлительно любовь я дадаю у меня рот до ушей свяжу ну да любовь любовь она короче вот вы извините меня за порыв эмоций но наверное примерно так я себя почувствовал и думаю вот блин в голове у меня чего происходит ну на то время конечно я бы никому никогда такого не рассказал это знаете все происходит в таком вот в уединении где никто не видит не слышит это я сейчас могу выражать свои мысли никого не боясь потому что стал понимать многие ключи к жизни не только понимать но я научился ими пользоваться и это мне сказала я любовь я ну да любовь мне еще до сих пор смешно видимо эти эмоции переживают заново это был второй ключ потом я замечал очень много проявлений в своей жизни и таким образом я подошел к такому понятию что реально кто-то над нами есть есть бог ну я тогда не знал кто он такой и что это вообще такое но вы представляете что о таком вообще ну нельзя было говорить никому ну представьте если бы я сказал своей маме что со мной кто-то разговаривает ну точно ну как бы подумали бы что у ребенка крышняк сдвинулся да и вообще кому-то даже сейчас в наше время рассказывать что с тобой кто-то разговаривает да еще и делится с тобой информации сразу скажет двинулся кукухой ну для меня вообще и не удивительно да там в ю тубе полно всяких там роликов про меня еще что вот был нормальный мужик и крыша сдвинулась короче но мне как-то пофиг так я заметил что над нами кто-то есть и я понял что надо мной кто-то есть ну я это называл просто богом и поэтому я вот с этим просто богом стал в тайне разговаривать в своей душе и вот так помню еще с детства в армии даже и после армии ляжешь спать глаза закроешь и внутри поговоришь с богом и я заметил все о чем ты просто говоришь она материализуется приходит и подлавливал сам себя на мысли а я ведь этого просил я ведь это хотел я об этом мечтал я об этом грезил а теперь она вот она она есть это сейчас мне 44 года и я уже прекрасно осознаю кто надо мной кто со мной разговаривает как ее имя как ее зовут а сегодня она мне раскрылась всевышняя мать наша любовь она приходит не одна она приходит к нам со своими дочерями вернувшись в наше детство вспоминайте что мы любили грезить и мечтать мы погружались с вами вместе в мир фантазии особенно в ковре любили мы узоры различать мы погружались в дивные те состояния мы грезили мечтали мы цвели вы вспомните свои те состояния когда вы погружались в отблески любви любовь приходит не одна она приходит с хороводом она берет с собой подруг и и подымает нас к высоким сводом феноменально я прям стихами начинаю говорить мой дух во мне прям просто хороводит в общем сегодня я снова был погружен в этот источник любви в этот поток и она со мной заговорила и объяснила что она приходит не одна у любви есть дочери с которыми она приходит это мечта это мечты это фантазии это грезы мы уже знаем что в нашем мире женские божества женские энергии просто уничтожают все что связано с женским началом материнство божественности и всего самого теплого ведь самое теплое что вы можете ощутить при слове мама это всегда будет забота ласка и тепло любовь приходит не одна вспомните состояние первой любви когда вы влюбились сразу вместе с любовью вас накрыла волной фантазии вас накрыла волнами мечт вы погрузились в прекрасные грезы которые просто как детишки хороводили вокруг вас хохотали радужным смехом и брызгались водой вы сразу погрузились в мир иллюзии кстати слово иллюзия имеет в себе приставку эль или аль аль это бог иллюзия или иллюсия а люсия она же люция люция она же утренняя звезда люция она же венера она же образ любви женской ипостаси женский образ божества но нам венеру тоже осквернили назвав ее матерью чуть ли не блудниц и всех заболеваний связанных с развратом опорочили венерушку то опорочили как и продолжают порочить материнство продолжают нечистые порочить все что связано с женским началом но мы сильнее их мы побеждаем мы восходим ввысь любовь приходит к нам и создавая хоровод дает нам мир порядок и уют и когда тебе тяжело и трудно позови ее и она придет любовь вместе со всем хороводом богинь она обязательно приведет с собой мечты иллюзии фантазии грезы в твой сосуд она погружает эти божественные энергии которые творят с тобой чудеса в исламе говорят когда умирает мусульманин то к нему стремятся кто прекраснейшие гурии только мусульманам почему-то сказали что эти гурии будут с ними заниматься сексом я считаю это обман эти гурии их называют в исламе а я их называю девы это дочери всевышней любви это девы или говоря языком санскрита девы девы это те же девы женского божественного начала это дочери всевышней это девы это иллюзии богини это мечты это фантазии умирая точнее выходя из своего тела мы погружаемся в мир за нами приходят иллюзии фантазии мечты мы погружаемся в мир своих фантазий иллюзий и мечт любовь приходит не одна но вспоминайте вспоминайте когда вы влюбились любовь в какое вас погрузила состояние она погрузила вас в состояние мечты она погрузила вас в состояние иллюзии она погрузила погрузила вас в состояние фантазии но нам настолько отбили мозги что мы уже привыкли это все фантазии это все иллюзии мы полностью нас просто заставили заставили высмеивать божественную природу любви которая приходит к нам со всем этим прекрасным хороводом и вы вспомните как вас начинало хороводить когда вы погружаетесь когда любовь приходит всевышняя она погружает вас в это состояние и это состояние вас лечит исцеляет укрепляет душу вам конечно сложно кому-то признаться что вы живете в своем мире иллюзий но жизнь в мире иллюзий жизнь в мире мечтаний творит чудеса потому что мы как энергия взаимодействуем с энергиями божественными которые приходят к нам из или с нашей матерью любви она приходит не одна она приходит погружая вас в мир иллюзий вот почему наша энергия живая но для того чтобы в нашей жизни что-то творилось для того чтобы в нашей жизни материализовывались наши желания нам нужны такие энергии божественные женские энергии нам необходимы эти богини эти девы девы которые начинают раскручивать наши все чакры энергетические каналы обратите внимание еще раз когда приходит всевышняя то что она делает у меня это похоже знаете как будто бы огромный источник надо мной можно назвать его воронка или спираль спираль это латынь spirit это дух энергия свет и аль бог когда приходит всевышняя она наполняет твой сосуд всеми качествами то есть она в твою энергию добавляет и начинает раскручивать поэтому все твои чакры весь твой внутренний организм все твое внутреннее солнце она это раскручивает все и что происходит внутри воронка энергии начинает вращаться а вы знаете что происходит когда водоворот вращается он начинает притягивать все он начинает все что вокруг чем сильнее водоворот раскручивается тем больше водоворот начинает притягивать все теперь смотрите что делает всевышняя мать погружая в наш дух точнее в нашу энергию она приходит со всем своим хороводом и хоровод начинает раскручиваться иллюзии грезы мечты фантазии начинают раскручиваться твоя энергия раскручивается и ты начинаешь как дизайнер как планировщик эти энергии раскручиваются и начинают в твой мир притягивать желание это материализация желаний это материализация своей жизни это любовь приходит не одна она приходит с дочерями и эти дочери все эти энергии повторяю раскручивают внутри вас хоровод хоровод мир грез мир иллюзии мир мечты мир фантазий фонтан начинает фонтанировать вот отсюда с родникового канала тебе приходят образы теперь я понимаю как это работает теперь я понимаю как ко мне приходят знания теперь я вообще все понимаю три года назад когда она ко мне пришла она мне сказала что когда я буду покидать свое тело мир яви явный мир она мне сказала за тобой придут со свирелями а теперь я знаю спустя три года кто за мной придет со свирелями и она мне сказала сидел я там в кресле в потоке я просто не знаю могу ли я сейчас выражать все это теперь я знаю кто за мной придет она пошлет за мной своих дочерей они придут со свирелями и закружат в хороводе это хоровод иллюзий это хоровод фантазий это хоровод с грезами грезы они вообще как маленькие дети я их даже сегодня видел они как маленькие дети они бесконечно хохочут бегают вокруг тебя брызгают тебя брызгами это маленькие грезы которые приходят с фантазиями да они приходят с иллюзиями с божественными световыми потоками вы понимаете это раскручивание внутри вас энергии и сейчас я сижу здесь и я конкретно уже знаю кто придет за мной потому что эта энергия она просто творит она создает вот почему для этого не нужно никому молиться не стоять ни перед кем на коленях для этого просто нужно сказать призвать всевышнюю призвать и она придет всевышняя придет со своими дочерями и начнет подымать энергию твои вибрации подымет и повторяю нам просто отбили в нашей голове все иллюзии все нас научили не погружаться в иллюзии нам сказали фантазировать нельзя это плохо мечты сказали все тупые а грезы это вообще только там я не знаю для девочек мужикам нельзя в грезы никакие да ладно ты не влюблялся ни разу повторяю любовь приходит ни одна мужчина ты или женщина она тебя погружает тебя как воронка засасывает в это состояние приведу пример к примеру моя жена пришла ко мне из моих грез из моих фантазий и желаний я фантазировал я мечтал я грезю иметь такую женщину как моя жена любовь когда пришла ко мне когда она меня посещала любовь рисовала во мне из иллюзий из грез из фантазии и из мечтаний любовь как всевышняя художница рисовала внутри меня образ образ женщины которые я полюблю то есть свою жену я создал из своих иллюзий и мечтаний а точнее всевышняя мать создала во мне ее образ когда встретил свою жену все мои иллюзии все мои мечты все мои грезы я увидел таню я увидел реально женщину мечты а теперь ты вспомни ты грезила ты мечтала ты фантазировала и ты встретила мечту но смотрите мы живем в таком подлом мире где вот этот коварный ситх демон рушит первое наши мечты развеивает своими чарами наши грезы через морог этот ситх этот демон разорил всю нашу землю он превратил ее в пустыню он рушит наши мечты наши иллюзии наши фантазии наши грезы он просто очерняет и просто вбивает нам в головы посмотри какой мир в реальности кругом смерть разруха все плохо 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 хватит мечтать вот вам ваша реальность это постоянное гнобление уничижения рабство и все и только попробуй мечтать тебе просто вышибут палкой по голове все твои мечтания люди мои добрые просто посмотрите на эти образы у нас украли мечту у нас разрушили грезы у нас украли надежду а это одна из ее дочерей у нас украли веру украли вера как ведание знания ра мать приходит не одна мать приходит со своей дочерью верой верой с надеждой мать приходит с верой это ее дочь вера дает знание это ведание света это сравнимо с иллюзией она же эль люсия эль люция она же божественная часть любви которую называют венерой это уникальный поток знаний эти вещи они рядом с нами находятся это все сокрыто в наших чашах в наших сердцах но нам настолько забили головы что разрушили наши мечты давайте сегодняшнего дня вспомните свою любовь вспомните свое детство а теперь вернитесь в это состояние призовите всевышнюю мать просто попросите ее прийти особенно если вы в депрессии особенно если вам плохо попросите маму а теперь просто в своих мыслях закройте глаза и в своих образах побегите к своей маме всевышней матери попросите ее прийти пусть она придется своими дочерями в вашу жизнь пусть она просто в вас вот как моя дочка хлюпается в бассейне брызжет там прыгает там вот пусть придет мать всевышняя возьмет и начнет вот этот внутренний ваш сосуд вот эти воды пусть она приведет с собой своих дочерей и пусть эти дочери начнут хоровод внутри вас пусть хоровод начнет этот раскручиваться начните мечтать погрузитесь в мечту погрузитесь в иллюзию погрузите в свою фантазию увидьте мир создайте свой мир сами создайте попробуйте не стесняйтесь вы взрослые люди вам сказали мечты это бред да нет бред это то что все они говорят именно вот эти энергии творят нашу реальность начните воплощать свой мир из грез мечтаний фантазий и иллюзий любовь приходит не одна любовь приходит не одна она просто внутри нас повышает за счет этого вибрации еще раз повторяю когда любовь начинает в этом хороводе энергии хороводят и начинается круговорот энергии с иллюзиями мечтами ваша воронка внутренняя раскручена начнет притягивать из невидимого мира из мира ваших грез иллюзий и мечтаний начнут материализоваться желание вы понимаете вы просто сами притягиваете в свою жизнь счастье любовь радость победу все в чем вы нуждаетесь мир счастье благодать вы притягиваете а это происходит от соприкосновения со всевышней матерью я не могу прям я это вижу я это вижу я просто вижу как всевышняя приходит с дочерями и раскручивает внутри тебя хоровод воронку которая начинает вот так все засасывать это все вот так приходит вас приходят мысли внутрь вас мысли это энергии живые приходят образы внутри вас приходят желание у вас рождаются новые мечты вас появляются новые фантазии и вот этот фонтан фонтан вот здесь начинает фонтанировать отсюда вы фонтанируете выпьете ваша чаша преисполняется вы кружитесь в этом хороводе не пройдет много времени вы увидите чем сильнее раскружится внутри вас хоровод энергии тем большим источником воронкой водоворотом вы станете водоворот это вращение вот воды внутренняя вода энергия начинает воронка вращаться повторяю вашу воронку то есть вашу жизнь этот водоворот начнет все затягивать и притягивать все что вы хотите все что вы хотите ваш водоворот начнет засасывать вашу жизнь просто из невидимого мира все ваши желания все что вы хотите таким образом можно брать желаемое из невидимого мира таким образом можно материализовывать желаемое вы материализовываете через мечту фантазию иллюзию и грезы с любовью вот вам вот вам любовь мечта грезы иллюзии фантазии вот вам 5 прекрасных божественных дочерей а еще есть вера а еще есть надежда которая не умирает нам даже богиню светлую дочь любви назвали надежда умирает последний надежда никогда не умирает если по на умерла ее бы не существовало но она до сих пор есть надежда к вам приходит мать всевышняя надежду опускает в ваш океан внутренние воды в вашу воду это надежда это прекрасные богини их еще много я не всех еще перечислил а может быть я еще не со всеми познакомился но она меня познакомит со всеми своими дочерями слушайте это прекрасный женский хоровод мне нравится такое прекрасно прекрасно жить в мире созданным самим тобою вы до сих пор не понимаете что вы создаете свой мир вы создаете даже свой будущий мир в которую вы пойдете после окончания этой жизни а весь обман заключается в том что в этой жизни нам с детства вбивают в головы чужие бредовые вещи нам рассказывают про какой-то вечный ад про каких-то чертей демонов вы живете в этом вам ваш сосуд кидают вот эти вот страшные вещи кидают кидают а потом люди умирают и удивляются почему у них кошмары черти какие-то кругом демоны бесы выкиньте все из головы очистите свой сосуд очистите свой водоем внутренний я вам еще раз говорю я вам просто говорю попробуйте попробуйте закрыть глаза и позвать всевышнюю мать и пригласите ее дочерей тоже в свою жизнь попросите чтобы мама сделала вам прекрасный хоровод запомните любовь приходит не 1 она приходит за нами и когда мы уйдем отсюда она придет к нам а я уже точно знаю они все за мной придут со свирелями я вообще не знаю что вы все думаете со стороны но мне классно я это понял я это увидел я это знаю я это чувствую это со мной разговаривает это меня учит это меня укрепляет наставляет это придает мне жизнь это для меня как глоток свежего воздуха это для меня как напиться родниковой воды о да я сейчас пью воду родниковую это вода от нашего рода а наш род это любовь и свет всем пока всех обнимаю люблю до встречи и 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